Уважаемые коллеги, вашему вниманию предоставляется презентация на тему трудности диагностики инфекционного эндокардита в клинической практике. Прежде чем предоставить клинический случай, хотелось бы привести несколько фактов из статистики. Так, например, до 15% случаев инфекционного эндокардита выявляют только при отопсии или операциях на сердце. До 43% случаев инфекционного эндокардита с летальным исходом не распознаются прижизненно. До 66% больных с инфекционным эндокардитом диагностируются более чем через месяц после появления симптомов. Частота диагностических ошибок при инфекционных эндокардитах в стационарах России с 2012 по 2014 год составила до 26,5%. Важно отметить, что на амбулаторном этапе до 79% больных не подозревают диагноз инфекционного эндокардита. С 2010 по 2020 в стационарах госпитальная летальность инфекционного эндокардита составила около 23%. Важно отметить также, что без соответствующей терапии антибиотиками инфекционный эндокардит характеризуется 100% летальностью. Теперь вашему вниманию предоставляется клинический случай. Пациент Н поступил в кардиологическое отделение городской больницы номер 3 в плановом порядке 29 июня с жалобами на повышение температур до 39 градусов, которая возникла в течение последних трех месяцев, сопровождалась ознобом, также потеря массы тела на 14 кг, эпизоды сердцебиения, сопровождающиеся дышкой и дискомфортом в груди, перебой в работе сердца, ощущение замирания, плохой сон, выраженная слабость и потеря аппетита, а также повышение систолического артериального давления до 170 мм штутного столба. Из анамнеза известно, что гипертонин страдает с 18 лет, постоянно принимает перендоприл и бисопролол. В ноябре 2020 года переболел коронавирусной инфекцией, после чего стал ощущать учащение эпизодов дискомфорта за грудиной. В 2021 году в июле лечился по поводу кариеса у стоматолога, было выполнено протезирование зубов, установка зубного моста. По поводу лихорадки последних трех месяцев начал принимать антибактериальные препараты, назначил их себе самостоятельно. Какие препараты уточнить не может. В связи с тем, что состояние никак не улучшалось, обратился в поликлинику по месту жительства и был направлен в кардиологическое отделение городской больницы номер 3. Из архивных данных была предоставлена эхокардиография от 9 июня 2021 года, где были выявлены зоны гипокинезии по задней стенке в базальном среднем верхушечном сегментах, атеросклероз расширения восходящего отдела аорты, гипертрофия левого желудочка, минимальный гидроперикард, дилетация левых отделов сердца, признаки нарушения релаксации миокарда левого желудочка, денигративные изменения аортального клапана, метрального клапана с недостаточностью 1-2 степени, нарушение ритма сердца экстрасистолия, незначительная легочная гипертензия, фракция выброса по Симпсону составляла 48%. Из анамнеза жизни известно, что не страдает туберкулезом, гепатитами, ВИЧ-инфекцией, хронические заболевания отрицает. По отцу одегощена наследственность, отец умер в 63 года, внезапно, возможно, от инфаркта миокарда. Не курит, гемотрансфузии не проводились, привит от коронавирусной инфекции в декабре 2021 года. Объективно, температура 37,5 градусов, дыхание в легких, визикулярное, без хрипов, сатурация 96%. При аскультации сердца выявлен систолический шум проекции артального клапана, акцент торового тона на аорте. Периферических отеков нет, давление в пределах нормы. Был назначен план обследования, вы можете видеть его на экране. Также были взяты ЦРБ, проклицитонин, ферритин, аслоревматоидный фактор, обязательно бак посев в крови с определением чувствительности микрофлоры к антибиотикам. По результатам обследования в общем анализе крови лейкоцитов 6,8, соя 23, биохимия, коагулограмма, гормоны щитовидной железы в пределах нормы. Также ревматоидный фактор асла в пределах референсных значений отмечалось некоторое повышение цирреактивного белка. Также пациент на амбулаторном этапе выполнил бак посев в крови, где был высеян стриптококус пиогенус. По эхокардиографии была выявлена дилетация всех отделов сердца, аневризматическое расширение корня орты с выраженной недостаточностью, легочная гипертензия, гипертрофилия у вас желудочка, фракция выброса по Симпсону составляла 53%. Согласно критериям Дьюко у пациента было выявлено 3 малых признака, то есть это предрасполагающие заболевания сердца, лихорадка более 38 градусов, а также результаты бак исследования крови, то есть высеянный стриптококус пиогенус. Пациенту был выставлен клинический диагноз вероятный инфекционный эндокардит ортального клапана, первый эпизод, ортальная недостаточность второй и третьей степени, микротическая аневризма корня орты. Выставив диагноз, был продолжен диагностический поиск, пациенту было запланировано МСКТ ангиография, а также через пищеводная эхокардиография. Согласно клиническим рекомендациям российским от 2021 года, чувствительность транстаракальной эхокардиографии на нативных клапанах в диагностике вегетации составляет 70%, тогда как через пищеводная эхокардиография 96%. Спиральная же компьютерная томография сердца применяется у больных для выявления абсцессов и псевдоневризм и не уступает диагностической ценностью и даже превышает ее по сравнению с через пищеводной эхокардиографией. Пациенту была выполнена МСКТ ангиография, но по результатам исследования не обнаружена вегетация, абсцессов или псевдоневризм. Был назначен план лечения, антибактериальная терапия, ванкомицин, гентомицин, дозы подбирались по массе тела пациента, ингибиторы протонной помпы были назначены, статины, ингибиторы АПФ и бета-блокаторы. По результатам бактериального посева крови снова выселся в стриптококус пиогенуса средобогащения. По результатам антибиотика чувствительности выявлена резистентность к гентомицину, в связи с чем гентомицин был отменен. 13 июля пациенту выполнена через пищеводная эхокардиография, где мы можем видеть признаки вегетации на ортальном клапане до 1 см, вскрывшегося абсцесса на передней створке метрального клапана, недостаточности ортального и метрального клапана, дилетацию левых отделов сердца. Получив данные результаты, пациент был отправлен заочно, а также далее очно, на консультацию кардиохирурга. Было рекомендовано продолжить антибактериальную терапию, рекомендован к рассмотрению ленизолит 600 мг 2 раза в сутки, номер 14, с последующим бак посевом крови через 7 дней для оценки эффективности. Был согласован перевод в кардиохирургическое деление после получения отрицательных посевов кровя на стерильность. После проведенной антибактериальной терапии были взяты контрольные анализы, в общем анализе крови также не отмечалась лейкоцитоза, нормализовалась соя, ЦРБ стал в пределах нормы, во время антибиотикотерапии повышение температуры тела выше 37 градусов не отмечалось, и также были выполнены повторные посевы крови, получены результаты, аэробная факультативная микрофлора не обнаружена. Выполнили эхокардиографию в динамике, обнаружены УЗИ-признаки вегетации на ортальном клапане до 1 см, и далее пациент 2 августа был переведен в кардиохирургическое отделение областной больницы, где ему успешно провели операцию по проватизированию нейтрального и ортального клапанов. Подытоживая вышесказанное, хотелось бы отметить, с какими трудностями диагностики столкнулись мы, в виде данного больного. Во-первых, это, конечно, стертая клиническая картина, также предшествующая бесконтрольная антибиотикотерапия, которая привела к тому, что рост патогенных возбудителей был возможен только со сред обогащения. Низкая информативность в транстеракальной эхокардиографии, низкая доступность через пищеводные эхокардиографии, то есть обнаружить абсцессы вегетации при транстеракальной эхо было возможно только спустя месяц от момента госпитализации. Ну и также длительное течение заболевания. У меня на этом все. Спасибо за внимание.